Удивительно, как военные конфликты с участием русского мира четко демонстрируют, за какую сторону воюют озверевшие орки, а кто борется за правое дело. На первый взгляд может показаться, что это слишком пафосные слова для современной войны, но стоит присмотреться к методам ведения боевых действий различными сторонами, и все встает на свои места. Свежий пример – оккупация Нагорного Карабаха и новый виток эскалации насилия на этих территориях. Провокация российско-армянской группировки неожиданно для самих боевиков обернулась контрнаступательной операцией Азербайджана. Руководство Баку устало от бесконечных переговоров и безмерной наглости агрессора из Еревана, и почти сразу каждая из сторон продемонстрировала свое отношение к так называемым «красным линиям». Вооруженные силы Азербайджана начали точечно утилизировать оккупантов, используя возможности ударных беспилотников. Даже артиллерийский огонь, как правило, корректировался с дрона, что позволяло бить прямо в цель. Армия четко обозначила, что ведет охоту на террористов, а жизни гражданского населения Нагорного Карабаха для них так же важны, как и жизни собственных солдат. Сотни видеороликов подтверждают эту тактику ведения боевых действий. С другой стороны, мы имеем вояк Пашиняна, которых щедро спонсирует оружием кремлевский ботокс. С первых дней армянская армия взяла на прицел мирные города и попыталась террором заставить Азербайджан отступить. Когда же стало ясно, что обычные грады и пушки не возымели желаемого действия, Ереван опустился на самое дно и сожрал остатки своей совести. В ночь с пятницы на субботу Армения осуществила масштабный ракетный удар по городу Гянджи, разрушив более 20 домов. Те, кто кричал о необходимости перемирия в привычно крысином стиле, напали на гражданских, погребя под завалами десятки людей. Местные жители в шоке от безумства Пашиняна и совместными усилиями доставали пострадавших из-под обломков зданий. Среди спасенных – десятилетний мальчик, который был погребен под многотонными завалами. Специалисты изучают осколки ракет, выпущенных по Гянджи, но уже сейчас понятно, что били из тяжелых установок. Это видно по размерам воронок, сформировавшихся после удара. Как бы там ни было, но такими действиями Пашинян подписал своей стране приговор. Бездумные действия премьер-министра окончательно развеяли миф о якобы миролюбивой Армении, который пытался выглядеть агрессор в глазах мировой общественности. Фактически, кремлевский подкаблучник развязал руки Азербайджану, расставив все точки над «и». Нет никаких сомнений, что ответ Ильхама Алиева будет жестким, будто этого малоармянским оккупантам они решили поиграть огнем в лице самого Реджепа Эрдогана. Накануне появилась информация, что со стороны оккупированных территорий Нагорного Карабаха галадранцы Пашиняна ударили по Нахичеванской автономной республике. В частности, был обстрелен Ордубадский район. Для этого боевики использовали излюбленное оружие последних дней тактический ракетный комплекс «Точка-У». Проблема лишь в том, что такие действия могут кардинальным образом изменить ход боевых действий. Согласно Кардскому договору, Турция имеет полное право ввести войска на территорию Анклава, если этим землям угрожает другая страна. В автономной республике уже есть турецкие вертолеты, а танки и другая бронетехника могут добраться туда за несколько часов. Интересно также, что накануне обстрела Гянджи Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Ахабер». Президент заявил, что вооруженные силы Азербайджана уничтожили армянскую технику российского разлива на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Еще неделю назад убытки Еревана в этом плане оценивались в 1,2 лярда зеленых купюр. Потери Армении растут, что приводит их в невероятный ужас. Обстрел тактической артиллерии второго по размерам города в Азербайджане – это отчаяние оккупанта, который действует как истинный ура-патриот русского мира. Жесткий ответ на действия Еревана мгновенно пришел с турецкой стороны. Секретарь правящей партии назвал армян палачами и пригрозил ответными действиями. Армения и ее попечители ведут себя как палачи. Это нападение и убийство не останутся безнаказанными. Эту страну надо судить во имя человечности и права, заявил Амар Челик. Ранее мы говорили, что маниакальная любовь Пашиняна к тактическим ракетным комплексам выведет конфликт на новый уровень. Похоже, армянские шапкометатели наконец-то добились своего и всерьез разозлили как сам Азербайджан, так и мощную силу в лице Турции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok